Ари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари Мен, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И Нарада возрековала, он сказал, покажи срочно. И Абришабану провел ее к этой девочке. Когда Нарада ее увидел, его сердце переполнилось экстазмом. И он сказал, я знаю, как открыть глаза, как сделать так, чтобы девочка прозрела. Мы должны совершить особую ягину. И он написал огромный перечень компонентов, которые нужно было достать. Сделал это намеренно. Потому что, чтобы его достать, нужно было отправить всех, кто был в доме. Сам Абришабан убежал, Киркида убежала. Нарада сказал, я посражу ребенка, а вы все идите, покупайте. И он остался наедине со Шимати Радхарани здесь. И потом, когда все ушли, он сложил ладони и начал возносить молитву. И в конце концов, он погрузился в такую глубокую медитацию. Он молился о том, чтобы Шимати Радхарани явила свой изначальный облик Кешори. Кешори, то есть облик молодой девушки в ее вечном возрасте. Вечный возраст Радхарани там 13 лет, 12, 2 месяца, сколько-то там дней, не помню сейчас точно. Вот, и в какой-то момент он услышал голос. «Эй, Нарада, ты хотел меня видеть?» Нарада открыл глаза и он увидел Шимати Радхарани в этом прекрасном, в своем вечном облике Кешори. Окруженный своими подругами, там была Лолита, Вишаха, Тунговидия, Читрадели и другие ближайшие ее подруги. И Нарада Буни потерял сознание, начал плакать, был в полном обстазе. Вот, и в конце концов, через некоторое время Нарада пришел в себя. В этот момент послышались звуки, царь Вишавгану прибежал с компонентами. И Шимати Радхарани опять стала маленькой девочкой. Вот, и здесь начали подготовку к великому жидоприношению. Пригласили, да, и Нарада при этом дал уважение, что надо пригласить обязательно Нанда Юшоду. Вот, и Нанда и Юшода пришли, естественно, они принесли с собой маленького Кришну. И они общались, Юшода давно не видела Киртиду, они начали беседовать. Нанда начала общаться с Вишавгану, у них там свое было в Сангах. А маленький Кришна тем временем пополз в колыбельке, где лежала Шимати Радхарани. И он поднялся на ножки, взялся за край колыбельки. Посмотрел Шимати Радхарани, в этот момент у нее начала дергаться правая сторона тела. И она почувствовала аромат, исходящий от тела, от Кришны. И ее тело начало содрогаться, и в конце концов она открыла глаза. И когда они увидели друг друга, они засмеялись. Это было очень забавно смотреть на Кришну, такой карапуз, Радхарани такая маленькая. И, как вы заметили, здесь это место детских игр, Радхи, Кришны. До сих пор здесь излюбленное место игр детей. Здесь все время много детей. Когда вы сюда не приехали, они все время здесь играют. Все время тут, в общем, у них лилы происходят. Здесь очень мягкая пыль, вы тоже, наверное, заметили. Здесь проходили детские игры Шимати Радхарани. Здесь она была среди всех подруг. И Кришна оставался здесь, в Гакуле, в течение трех лет и четырех месяцев. Мы поедем в Гакулу, будем там это рассказывать. И потом демоны начали вновь и вновь сюда приходить. И царь Нанда Махарашин подумал, что-то здесь слишком близко, похоже, к этому Камсик. Махура здесь за рекой буквально. Надо лучше отсюда переехать подальше. Махура тогда будет безопаснее. Потому что демоны постоянно приходят, какие-то сраные вещи происходят. И они переехали тогда в Читыкар. Это рядом с этим городом Бриндаван. Находится как раз на перекрестке. Поворот во Бриндаван с Агровской дороги. Там Читыкар находится. Это место, где Нанда Махараш. Это было прекрасное место в лесу. Они остановились, они окружили их телегами. Телеги расставили по кругу и ночевали внутри. И потом они в середине. Потом они подумали, какое прекрасное место. Давайте поживем здесь немножко. Прожили они там ни много ни мало. Еще три года и четыре месяца. И Кришна пас маленьких телят. Он стал Батсапалом через некоторое время. Пас маленький телят. И Киркида с Бриншапану тоже уехали отсюда. И так потом, после того, как еще три года и четыре месяца закончились, они переехали уже в Нандаграм. Вернулись в Нандаграм. Вот так, собственно, здесь появилась Шимати Радхарани. Шимати Радхарани является свестворением Хладини Шакти Кришны, которая создает удивительное служение, удивительную атмосферу вокруг Кришны. Собственно, Бриндаван и все спутники, все, что происходит во Бриндаване, это влияние ее любви. И когда мы были с вами в Другатиле, я сейчас хочу задать каверзный вопрос Саной Махараджи, чтобы передать его микрофон. Мне кажется, мы забыли рассмотреть одну странную, такой интересный вопрос. Друга Махарадж пришел сюда во Врадж. Махарадж повторял мантру «Омному Бхагавате Васудэлая», то есть он был здесь во Врадже, здесь Кришна, все как бы. Но почему перед ним явился Нарайана, а не Кришна, или хотя бы Васудэлая? Почему перед ним явился четырех рук и Нарайана? Только Саду Махарадж может ответить. Спасибо, Вячеслав. Я серьезно. За нектарный рассказ об этом месте удивительный. Радхарани не хочет смотреть на этот мир, на эту природу. То есть Радхарани олицетворяет собой природу Господа, изначальную природу. И та природа, которую мы видим, она не отлична от Радхарани, это ее энергия, то есть это ее шакти, но эта шакти, она действует как майя, то есть как отделенная энергия. И фактически эта энергия, она отделяет нас от Кришны, то есть мы не можем воспринимать Бога. То есть она и та же шакти, она действует как хладини шакти, внутренняя, и как сварупа шакти Господа, это тоже Радхарани, то есть сварупа шакти означает внутренняя энергия, хладини это ее сокровенная составляющая. Но в то же самое время Радха, она проявляется как внешняя потенция Господа. И в этом облике она скрывает от нас дхаму, то есть она покрывает дхаму. Это тоже делает Радха, потому что живые существа, находящиеся здесь, они рассматривают дхаму с позиции своих материальных чувств. То есть наш взгляд на дхаму, он носит такой потребительский, эгоистический характер, и поэтому мы видим покрытие. И вот это очень важно, то, что сейчас Милас Амбрабу рассказывал, очень важно то, что до тех пор, пока мы рассматриваем то, что нас окружает с точки зрения материальных чувств, Радха будет закрывать глаза, она не будет нас видеть. То есть мы не сможем обрести милость Радхи, Шмати Радхарани, до тех пор, пока мы не научимся, не станем на путь вовлечения своих чувств в служение Господу. То есть мы должны учиться вовлекать свои чувства, вовлекать свои эмоции в процессе предного служения. То есть мы должны предложить свои чувства в бхакти. В бхакти. И поэтому Шиларупака с вами, давая нам определение чистого предного служения, он описывает этот процесс не таким образом. Хриши Кена Хриши Кеша Сэйвэнам Бхакти Ручхэ Тэ. То есть этот процесс бхакти Руктама. То есть этот процесс, он заключается в том, что мы вовлекаем свои чувства в служение Хриши Кеша. Почему я об этом говорю? Потому что это отвечает на второй вопрос, ну на вопрос, который задал в Иосифах Тэргуме. Дело в том, что Друва Махарадж, он был очень возвышенной личностью, он был безусловно преданным, находящимся у нас на этой ступени, ступени, конечно, Тьикари. И его квалификация заключалась в том, что он проявил необычайное упорство в своей медитации. То есть он следовал процессу вайтхи. И для нас очень важно понять, что именно процесс вайтхи, то есть процесс вот именно садханы, то есть когда мы совершаем садхану, усилием, именно этот процесс позволяет нам стать кандидатами на обретение милости Шимати Радхарани. Потому что именно с помощью процесса Бхакти преданный отвлекает свои чувства от объектов чувств и начинает как бы и привносит Кришну в свою жизнь. Вот. И собственно говоря вот эти вот усилия, которые совершают преданные, до тех пор, пока эти усилия не переходят в сферу эмоционального обмена, до тех пор, пока мы не вовлекаемся в Бхакти, процесс Бхакти эмоционально, мы не можем увидеть Шимасундару, мы не можем увидеть Кришну. Потому что процесс вайтхи он приводит нас к Нараяне, он приводит нас на Вайкунху. Процесс вайтхи это процесс, который основан на осознанном ответственном предном слушении, на усилиях. Здесь еще нету спонтанной эмоциональной вовлеченности. Вот. И поэтому когда пред начинает совершать усилия определенные в Бхакти-йоге, то Кришна предстоит перед ними форму Нараяна, то есть форму Верховной Личности Бога. Но для того, чтобы развить настроение Вриндавана, для того, чтобы развить вот этот дух или Бхару, которая позволит нам войти в круг Шимасундархарани, в ее сферу ее влияния, вот здесь Вриндаван, это сфера влияния Радхи, для этого нужно научиться вовлекаться в Бхакти-йогу эмоционально, то есть обрести любовь к преданным, обрести любовь к Господу, и этот процесс, он происходит через, он происходит по милости Вайшнавов, то есть иначе говоря, во Вриндаван мы входим не поодиночке, а во Вриндаван мы входим через семью Вайшнавов, то есть мы входим через развитие прити, любовных отношений с преминами, то есть мы не можем обрести любовь к Богу, если мы не испытываем любви к Его Тадьянам, к Его атрибутам, к Его Квайшнавам, к Его проявлениям, в этом заключается наука как основа Бхакти-йоги, вот, поскольку Дрога Махараджи не понимал этой истины, то есть он был предник Анишна-тихари, он совершал практику, он совершал ее очень ответственно и он достиг совершенства. Он достиг совершенства. И до тех пор, пока мы не пойдем по стопам Дрога Махараджи, у нас просто нет права на милость преданных, потому что чтобы обрести милость преданных, надо совершать усилия. Если мы не совершаем усилия, то наши претензии на любовь к предным, наши претензии на вхождение в семью предных являются просто сентиментами. Поэтому первая вещь необходимая это усилия. Но очень важно понять, в каком настроении эти усилия должны совершаться. То есть эти усилия должны совершаться не в одиночку, а усилия должны быть направлены на проявление вот этой атмосферы Вриндавана на проявление вайшнамской семьи. Это особые усилия. Это не усилия духовного индивидуалиста. Это усилия направленные именно на удовлетворение Шимати Радхарани. Шимати Радхарани служение во Вриндаване Шимати Радхарани позавчера объяснил этот момент, что Вриндавана это один из смыслов. Вриндавана означает, что служение совершается в группе. Это означает не просто коллективно, а это означает, что Кришна принимает служение, которое совершается преданными в состоянии любовного сотрудничества, в состоянии любовного единения. То есть служение принимается только тогда, мы можем что-то предложить Кришне, когда это благословено Шимати Радхарани. А Радхарани и ее настроение проявляется в том, что преданное совершает служение в Гане. Во Вриндаване любое служение совершается в Гане, в группе определенной. Есть группы Гопи, есть группы Гопов. Все это не случайно. Это означает, что почему это важно? Потому что это позволяет преданным вовлечься в Бхакти Йогу эмоционально. Хришикена, Хришикеши, Севана. Это тайна определения Ру Пхагаслави. То есть он раскрывает путь Рага-Марга, самый высокий путь Бхакти через это определение. Вот. Поэтому Кришна иногда проверяет преданных, он может предстать как Нарайана, как, например, он предстал перед Гопи, когда Кришна покинул во время танца Раса, и Гопи отправились искать Его, Кришна предстал перед Ним в облике Нарайана. И что сделали Гопи? Они выразили почтение Нарайана, склонились перед Ним и спросили, дорогой Господь Нарайан, ты не знаешь, где Кришна? В этом их настроении. Гопи никогда не принимают Господа, если Он не находится во врадже, если Он не обладает формой Шиамасундера. Форма Шиамасундера это форма Кришны, которая находится в этом настроении, которая находится в окружении своих спутников, которая находится в этой санге. Кришна Шиамасундера всегда окружен всегда окружен любящими преданными, которые смотрят не только на Него, но и друг на друга. И более того, когда преданные в Гане, в группе своей обсуждают лилы Кришны, обсуждают служение Кришне, они настолько поглощены этой расой, они настолько поглощены этой сангой или вриндой, что они могут даже не замечать Кришну, Кришна может где-то рядом стоять, они ему приведут Кришну и будут продолжать обсуждать его лилы, будут говорить о служении Ему. Почему? Потому что во вриндаване служение Кришне, вот эта вовлеченность служения Кришне, обсуждение его лилы, она настолько сладостна, что личное присутствие Кришны, оно не является условием счастья в Бхакти-йоге. Этим отличается настроение в Ириндаване от настроения в Айкунхе. Одно из отличий, очень важных. Вот, и поэтому те предные, которые действительно достигают совершенства в Бхакти-йоге, говорится, что чистый предный, он даже не стремится вернуться в духовный мир, потому что он испытывает Бхакти-расу, находясь в этом материальном мире, обсуждая Кришна-кавхоу, занимаясь чистым предным служением вместе с другими предными, он находится в атмосфере Бриндавана. И они постоянно ощущают присутствие Кришны, они ощущают постоянно его аромат, они постоянно ощущают его, они могут иногда воспринимать его даршина. Это возможно для предных, никаких сложностей в этом нет. Единственная сложность заключается в том, чтобы расстаться со своим индивидуализмом, со своим эго. Вот это единственная сложность. А получить даршин Кришны в этом нет ничего сложного. Это прилагается к Махаманте. Если вы повторяете Махамантру, вы должны иметь даршин Кришны, потому что Махамантра, она является наиболее сокровенным проявлением Кришны. И не просто Кришны, Махаманта — это Ралха и Кришна вместе, это их, это Божественная чита. Она не отличная от Божественной чита. Я ответил. Замечательные вещи мы сегодня слышим здесь. И хотелось мне такой момент обсудить. Что часто преданные, не понимая до конца вот эту всю философию, это знание, не имея правильного общения, они скатываются немножко в то настроение. Шила Пропадовым обязательно сделал акцент на том, что мы безгранично малы, а Господь безгранично велик. Я вот сообщаю сейчас с такой группой людей, в России кобовцы их зовут, концепция общественной безопасности. У них философия такая, что все проблемы этого мира состоят из того, что люди имеют неправильную идеологию. А и правильная идеология состоит в том, что в центре Бога и надо жить по его замыслу. То есть, богоцентрическая концепция у них. То есть, в центре Бога и надо всем жить, как Бог хочет. И когда я с ними начинаю обсуждать, вот что да, это все правильно, и надо служить Богу, они говорят, а зачем ему служить? Он не нуждается в том, чтобы ему служить. Ему помогать надо. Ну, вот типа он за околицей живет, сосед, и вот ему картошку он не может выговорить, а пошел ему помог там. Вот на таком уровне у них восприятие идет. Мысль о том, что он безгранично велик, он безгранично малый, и мы ему служим, у них как не умещается в сознании. И вот поэтому Павпада договорил, что если мы даже начинаем поклоняться к божествам Радхи Кришны, устанавливаем таких божеств, то мы должны им поклоняться обязательно в настроении Лакшми Нараяны. Мы им поклоняемся не как жителям Вриндавана, как бы, например, как гопи общаются с Кришной. Они не общаются с Ним, как с Нараяной. Они общаются с Ним, как с другом. У них бытовая жизнь. Просто как бы в быту мы живем, друг с другом общаемся, шутим, смеемся, играем. Вот у них такие отношения с Кришной. А есть царь, да, какой-то. С ним другие отношения. Как, например, Путин, президент России. Я вот смотрел, как он награждал спортсменов, которые победили на Олимпиаде. И когда они выходили к нему, они вот большинство опускали глаза. Они не могли прямо на него так смотреть. Даже в такой шахте все-таки человек, когда такую ответственность несет, и реально уполномочен, у него появляется определенная сила. С ним вот так вот фамильярно, никто не может общаться. Подойти и сказать, Вован, как дела? Или еще что-то такое. Все подходят так очень смиренно. И он так им сам руку протягивает, жмет, букеты женщинам он дарил. Мужчина просто руку жал. И прям девушки краснели. Мужчины тоже глаза опускали. Никто себя фамильярно не вел. Но я подумал, если бы, например, он сейчас с нами был в группе, на автобусах ездил, и все такое, постепенно бы мы начали подшучивать, подсмеиваться. И вот эти отношения прекратились. Мы бы уже, уже это кончилось все. Я в одном городе столкнулся с тем, что один преданный там депутат местного совета, богатый очень человек, и к нему приблизиться, даже трудно обычным людям, к нему в кабинет попасть. И так с преданными тяжело тоже, он не общается. И когда мы были на квартире однажды с Гасаем Ахаражем, он туда приехал вкушать со всей семьей. И когда вкушали, я над ним начал подшучивать, что вот что-то там он много ест, там или еще что-то, и все засмеялись. Я как-то пошутил так, нечаянно, и все засмеялись, и он так покраснел. И он тоже тогда стал подшучивать. И у нас вот эти отношения фамильярные такие зародились, а потом они все-таки, мы стали отношения развивать глубже-глубже, и мы с ним всегда сейчас перешучиваемся с этим преданным, и по телефону, и всячески. Потому что в обычной жизни ему трудно с кем-то перешучиваться вот так вот. Но суть-то в чем, что у нас глубоко внутри, заложена в нас эта программа, мы хотим именно общаться как в быту со всеми. Нам не хочется, чтобы кто-то был наверху. Если даже человек сверху откуда-то сходит, мы быстро очень начинаем с ним общаться уже так, на рамках. Фамильярные отношения. И я вижу, как в сознании преданных это появляется по отношению к Кришне, когда, например, я в одном городе был, божества надо кормить, и один там руководитель говорит, надо богов пойти покормить. Боги голодные, надо их покормить. Это вот, сразу же мне так резонуло это слух. Это значит, тут уже как бы глубоко внутри, они как бы думают уже так, что есть много всяких богов, и вот они голодные, надо их покормить. Такое уже отношение не очень неуважительное, есть в этом неуважение, потому что для нас это не боги, а у них есть, Кришне нравится, когда его по имени зовут. У него очень много имен, которые связывают его с разными отношениями, с разными преданными. И Кришне нравится, когда его зовут именно по именам. И мы говорим, не Шиши, Горни, Тай, надо предложить им, да, угощение, предложить им то, что мы для них приготовили, а мы говорим, надо богов покормить. И вот я обратил внимание, что где так было воспитано, все преданные в этом храме, они так относились, а потом разрушилось полностью. Они просто отошли, все этой группой отошли практически от сознания Кришны. И это очень опасный момент, что когда мы начинаем именно к Кришне так относиться, поверхностно и неуважительно, поэтому нам надо всегда быть очень целомудренными внутри и понимать, что я очень не чист с сердцем, я очень далек от этой области, где Господь находится, где Его представители находятся. И всегда быть очень уважительным и почтительным к Ним и в уме, и в словах, и в действиях, всегда во всем, очень-очень почтительным быть. Тогда у нас будет успех в духовной жизни. Тогда вот из этого настроения Ашвари, что мы поклоняемся настроению Ашвари, что мы очень маленький, Кришна безгранично великий, и мы общаемся друг с другом правильным образом, и мы служим Господу Чайтане, мы воспеваем святое имя, именно через милость Господа Чайтане нам начнет постепенно раскрываться уже другое понимание и другой вкус к общению с Кришной. Он через много-много времени очень такой правильной, целомудренной жизни начнет это происходить, раскрываться начнут вот эти высочайшие истины. А мы можем, не понимая этого момента, сразу начать так действовать. Раз уж с Кришной жизнь связана с бытовой жизнью, там они бегают, играют, не где-то Он сидит наверху. Мы можем уже за короткое время уже начать думать о себе, что мы уже в таких отношениях с Кришной. Мы можем так начать говорить, другим рассказывать, про какие-то сны рассказывать свои, как я там с Кришной играл, напридумывать что-то. И в конце концов мы можем потерять возможность жить духовной жизнью, совершать много оскорблений. Поэтому всегда нужно быть очень... Всегда в Санге Вашнава прежде всего находиться. Само общество сознания Кришны, которое создал Праупада, и просил никогда его не оставлять. Это общество полностью построено на том, что оно защищает людей от вот этих оскорблений. Все наставления, которые Праупада дал, как он организовал это движение, оно, во-первых, защищает от оскорблений, от подобных, от Сахаджи, а во-вторых, дает возможность войти в игры Кришны. Само это движение, потому что оно все основано на жизни, которая посвящена удовлетворению Господа Чайтани. И именно через Господа Чайтанию можно приблизиться к Кришне. Почему Господь Чайтания и открыл Кришну для людей? Потому что появляется возможность его достичь благодаря ему. Пока Господь Чайтания не приходил, знания о Кришне отсутствовало у людей полностью. Они все знали только, что есть Вишну, что есть Нарайана. И вся Индия, весь мир поклонялся Богу всегда в этом настроении Ашварии. Никто не знал о каком-то другом настроении. И Господь Чайтания через своих спутников дал человечеству эти знания только лишь потому, что именно секрет такой, что именно удовлетворяя Господа Чайтанию можно к этой Пхаве подойти, можно к Мадуре как к Пхаве подойти, только удовлетворяя Господа Чайтанию. Больше никак. Поэтому, когда, например, часть преданных в 98-м году ушли в Гаудио-Матхи, и они решили без служения Господу Чайтании начать развивать Мадхурия Пхаву, то в большинстве городов, где я видел, ушли такие преданные, они либо стали приходить опять в Искон и просить, займите меня, ходить на Харинамы, распространять книги, участвовать в праздниках и как-то в Исконе действовать, либо они вообще перестали практиковать. Потому что это невозможно без милости Господа Чайтании в правильном настроении развивать близкие отношения с Кришной. Это вообще невозможно в принципе. И Искон дает эту возможность, наше движение в сознании Кришны. Поэтому надо держаться со всей силы за стопы преданных в этом движении, никогда это движение не оставлять и просто стараться обучаться, воспитываться, правильные отношения с преданными развивать. И мы тогда будем постепенно совершать прогресс в том, чтобы развивать вот это правильное настроение. Быть всегда целомудренными и уважительными к Кришна Татви, к Вишну Татви, быть ко всем представителям Кришны очень уважительным, никогда не фамильярничать, никого не оскорблять и в то же время сообща, служить, служить миссии Господа Читания, служившей правопаде. Постепенно наше сознание трансформируется благодаря этому. Шримати Радарани Ки, Шри Шри Рада Шемасунда Раки, Шри Вриндавана Дама Ки, Ковару Примана. Гарри Кришна, Гарри Кришна, Гарри Кришна, Боже, Боже, что, я вспомнил это слово из Пранамы, Шри Прапады, Гауравани, прочаринное, мы повторяем по много раз в день, понимаете, Гауравани, Это настроение, это учение Господа читания он перенес на запад, и вот как раз суть его, то, о чем говорят в Шикшашке про Бога, об этой спонтанной преданности любви к Кришне. Хотел с вами поделиться одним таким наблюдением сейчас, что значит такое санга ващна. У меня несколько дней, когда я узнал, что мы едем на Дровати, вот наша первая парика, я стал вспоминать эту историю Дровы Махараджи, о том, как она нравилась Господа читания, и также вспомнил, ну как-то пришло в памяти, что венцом его было Даршин Господа Нарайна, и что имя этого Господа Нарайна было Господь в Ришне Гарбхо, насколько я помню, в Багово там. И у меня возник вопрос, почему именно эта форма Вишни в Ришне Гарбхо, я так чуть-чуть спрашивал преданных, кто знает, подходил к нашему ученому человеку Хариде, он, правда, спрашивал, это имеет какое-то значение, почему Господь Вишну в Дрове Махараджи явился как форме Вришне Гарбхо, и что это вообще имя означает. Кто-то знает, что это имя означает? Вот на этот вопрос ответил Хариде Прагомни, он говорит, Вришне Гарбхо означает тот, кто явился из Лона Вришне. У меня так, Вришне, я вспомнил, что в Багово там описано, что Вришне и Сутапа, это Нанда и Ешода, те, кто в прошлой жизни совершали серьезные аскезы духовные, чтобы в их, Вришне Гарбхо, а я сказал Вришне, Вришне Гарбхо, да. То есть они совершали серьезные аскезы, чтобы в их семье у них родилась духовная личность Бога, пришел в их семью, они хотели быть родителями Кришны. И когда я вас вам пропустил этот вопрос, что говорит, вот Савва Махараджа сейчас ответит на вопрос, почему Друе Махараджа явился именно Господь Нарайана, а не Сам Кришна. У меня как-то первая часть ответа в голове щелкнула, думаю, о, может быть, как-то это связано с тем, что именно Вришне Гарбхо, Вишне явился. А потом вторую часть ответа уже сказал Савва Махараджа, когда он сказал, что Кришна не всегда является в своей форме Кришной, иногда Он является, как Господь Нарайана, но это Сам Кришна, просто в этой форме. Ну и как-то у меня сросся мой ответ, и я подумал, ну интересно, как на такие даже сложные ответы можно получить, вернее, вопросы, которые зараздаться могут в нашем мире, можно получать, благодаря Санге преданных, благодаря общению, слушанию других Вайшнавовых может, ну как-то, ответ приходить. То есть, как-то у нас росло, и что почему именно в этой форме, что это Сам Кришна и Весос перед Дрова Махараджа, но именно в форме Нарайана, при этом оставаясь сыном Ишоды и Мамы. Харик Кришна, интересное наблюдение. Поэтому, как важно слушать и стараться внимательно слушать и понять, о чем говорит человек, о чем говорит преданный, потому что вот эти реализации или те понимания, которые приходят из сердца Вайшнаоха, они исходят, собственно, от Кришны, потому что Он говорит, что я нахожусь в сердце, и от меня исходит, что там исходит? Память, знания, знания, знания из обвения, знания из Кришны, из сердца. Поэтому это важный момент, ну, иногда мы как-то так отбываем эту аскезу, приехали, посидели, ушли, или пришли, посидели, ушли, а вот попытаться понять, потому что это интересный момент. И еще одна такая вещь, с чем я хотел поделиться, я уж так делился с некоторыми преданными, на меня произвело впечатление, вот особенно первая лекция на меня произвела впечатление, первая лекция Гасай Махараджи, если кто ходит туда, ну, знаете, он там много интересных ценностей, он даже иногда предупреждает, что, пожалуйста, послушайте, это очень важно. И вот одно из важных вещей, которые я для себя как-то, ну, то, что открыл или услышал, или там пробилось в сознании, это то, что суть нашей любви или цель нашей любви, что мы служим, 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 а что является, кто-то, может, скажет, о чем он говорил, что является объектом нашего служения? Любовь. Все, у кого есть любовь. Хочется сказать, что он сказал, чему мы служим. Любви в личном рассказе. Да. И он более еще так конкретно сказал, что мы служим чужой любви. Помните эту фразу? Иногда я. Чужой любви. Это как-то меня очень сильно задело, что, в общем-то, мы даже и не собственной любви, и интересов, а чужой любви служим. И как-то эта фраза у меня тоже засела в моем уме, и я там пару дней ее гонял, так сказать. Интересная аналогия. Немножко грубый такой материальный пример из собственной моей жизни, но он как-то, он выклыл у меня так в размышлениях. Ну, хотел поделиться. Какой-то период времени я профессиональный музыкант был в прошлом. Вот. И играл в оркестрах разных, профессиональных, и в частности работал несколько лет в театре музыкальной комедии. Ну, может быть, кто-то знает, что это такое. Какой-то провинциальный областной театр музыкальной комедии. Оркестр обычно сидит там, как мы называли, траншея в яме. То есть под сценой есть яма между сценой и зрительным залом. И есть как бы две такие вот аудитории. С одной стороны есть зрительный зал, с другой стороны есть сцена, где артисты. Ну, я сейчас не буду говорить о, как сказать, о значимости артистов. Есть там према те, кто, или прима те, кто главный. Есть второстепенные там и так далее. Там есть подтанцовка, подпевалка и прочее. Но суть не в этом. Есть сцена с артистами и есть зрительный зал. А между ними в яме сидит оркестр. И пол, там, пол груди только дирижер участвует вот в этой связи. Между зрительным залом связывает и сценой. Вот о чем я думаю. Что, собственно, я там несколько лет просидел в этой яме. Причем каждый день, иногда по два, по три спектакля мы там в день играли. По несколько часов в день, с 24 мы сидели в этой яме. Я думаю, что заставляло. Интересно, что не только там, ну, желание заработать денег, потому что, в общем-то, там немного платят. Может, там артистам заслуженным, народным там что-то платили. А тем, кто сидит в яме, платили немного. Поэтому это не было главным стимулом. И я думал, что же является главным стимулом этой деятельности? Я почему-то пришел к выводу, что, собственно, весь драйв наш был. Это наш профессионализм. То есть, то, как мы исполняем эту вот свою партию, причем она даже, это не было спонтанной, некоторые там как импровизация какая-то прочая, а уже написанные ноты. Был дирижер, который это все управлял, и мы, так сказать, смиренно под его руководством все делали. И была прописанная определенная партия. И мы играли. Так в чем драйв был? Именно профессионально исполнять вот эту вот свою деятельность. в монолитности со всем оркестром. И вот звучание оркестров, оно было определенное служение, вот связи этой аудитории между зрительным залом и артистами на сцене. И они между собой, собственно, там все получали, там в конце, когда там артисты получали овации, а зрители получали эмоциональное наполнение и удовлетворение. А мы сидели в яме, так и сидели. Как с самого начала сидели, так и в конце. И уходили через там нижние подсценные ходы вообще. То есть фактически наша роль была лишь просто содействовать вот этой вот удовлетворенности. Ну, это грубый, конечно, пример такой материальный, но почему-то он у меня всплыл в моей памяти, как некий опыт своей жизни. Но вот интересно в преданном служении, потому что иногда нам как-то хочется быть, ну, либо на сцену залезть, и если нас не пускают на сцену, то лучше в зрительный зал залезть. То есть просто по наблюданию происходит. Может быть, наша истинная роль-то, собственно, сидеть в этой яме и способствовать тому, чтобы вот там все завязывалось, вот это, так сказать, любить или отношения к другим. И в этом, и самое интересное, что драйв-то получаю, я до сих пор вспоминаю, это как один из периодов моей такой, ну, достаточно половесной эмоциональной жизни. То есть я не сожалею, что у меня был опыт такой, что я несколько лет просидел в этой траншеи. Совершенно не жалею, потому что это замечательный опыт. А сейчас я как-то осмысляю и уже с духовной точки зрения, и как-то у меня, ну, более убедительный понять, что, собственно, моя роль-то в преданном служении Богу какова. Просто вот служить, связывать живое существо с Богом, помогать Ему и все. И не искать там лавры великих артистов или наблюдать со стороны, как там что происходит, а просто вот это свое служение, быть счастливым и своим служением, и причем исполнять его качественно, и быть счастливым и своим преданным служением, которое нам доверяет. Вот такой интересный. Ну да, если, конечно, на оркестр. Ну, в достойный оркестр тебя и возьмут. Это еще один из уроков, что надо научиться что-то делать в преданном служении. Причем так научиться, чтобы ты стал адхикар, обрести адхикар квалификацию, качество, чтобы прежде всего подумать, а вот на бриданге сразу подумать, о, кому доверить на бриданге играть, кому доверить там гиртон попеть, кому доверить, и не было сомнений, что этот человек, да, это надежный, он сделает действительно, все будут счастливы, святое имя проявится и так далее. То есть это очень важный момент, чтобы попасть в достойный оркестр, в достойный сангу, надо стать очень коллекционным преданным служением. И интересно, с чего хотел начать, что имя Радха, оно происходит, производное от слова Аратхани. Аратхани означает служение, предное служение. Поэтому само то, что мы говорим, это обесморение преданного служения. То есть это место, вот это, в котором мы сейчас фактически, вот об этом можно здесь просить и молить, чтобы обрести эту квалификацию, стать чистым преданным и научиться быть преданным. Это очень замечательная возможность для нас сегодня. Ширадарани Ки Ча. Я подумал, что трайп происходил тогда, когда все исполнители приходили вовремя и слаженно играли. Мы часто сталкиваемся с осознанием Кришны, что если ты один день не напомнил кому-то, что нужно прийти на городал и играть, он может вообще не прийти. Или мридангист. Вот я два дня организовываю лекции Гасаи Махаража, и как бы я уверен, что музыканты придут, потому что с самого начала в группу мы со всеми договорились, что как бы все киртаны, мы все должны участвовать. Но поскольку мы приехали во Вриндаву, мы не подумали, что уже как бы тут... В общем, человек пооружается в свое индивидуальное какое-то. И забываешь, что у него есть служение. Вот это как бы наша проблема. То, о чем как раз мне хочется еще раз вернуться, потому что Садма Махараж сказал, что вот эта склонность уходить в индивидуальную практику, в индивидуальность, то есть оно на самом деле уводит нас из Вриндавана. А то, что во Вриндаван приводит, это развитие вот этого эмоционального совместного служения, это приносит вот это счастье, духовное блаженство. Вот. И вот в эту атмосферу приходит Кришна. А к индивидуалисту может прийти на райана. Тот же самый Кришна, но уже настроение на райане. И в этом сутки Тро Махараж совершал просто аскезу. Он был в индивидуальной в индивидуальной процессе совершал садин. Поэтому к ним не забираем. находится в Тит contrastную Кришна, Кришна, Тит highly в котором Это настроение... ...ну, что он... ...на настоящая... ...на настоящая... ...на настоящая... ...на местности с каждыми премиумами служениями. Это то, что он утворяет Кришну. Поэтому главным оставлением Шилапурпаду было какое, когда он уходил? Сотрудничество. Это секрет чистого премиума служения. Очень простая вещь. И я вспомнил, когда Саду Махараш говорил, как... Начиная читание Бхагавата, именно с этого момента он объясняет этот принцип, чем чистое премиум служение отличается от мотивированного. И он говорит, если премиум совершает поклонение Божеству на лотарее, сам, индивидуально, вот просто он сосредоточен на этом процессе, похоже, что у него есть какие-то скрытые мотивы. Но если премиум сосредоточен на служении другим байшнавам, этот предмет идет по пути чистой предности. В Баксон Сарасвати нам комментарии тоже комментирует. И вот эта тема, она там очень сильно разжевывается. Обязательно почитайте первая глава читания Бхагаваты. Потрясающе. Это секрет, что не войдя в эмоциональные вот эти глубокие отношения с байшнавами и в совместном служении не проявляя эту атмосферу духовной жизни и служения сотрудничества в служении Кришне, мы не сможем никогда понять вот это настроение чистой преданности. И, собственно, этот путь будет закрыт для нас. По сути дела, в Кали-югу повторить то, что сделал другом Махарадж, ну, да, мало вариантов как бы есть. Но когда мы совместно делаем, даже если какой-то музыкант приходит в траншею в не очень хорошем настроении, но видя, как все другие играют, у него тоже начинает драйв появляться, и настроение приходит. И он тоже начинает зажигаться. В этом секрет Сангертана Ягина. Вот поэтому здесь мы как раз можем молиться Шимати Радхарани о том, чтобы всегда вот, ну, быть погружен именно в это настроение. Приезжать в свои общины, не пытаться куда-то, вот знаете, вот я и Бог, да? И тут все бегают вокруг, мешаются только. Вот хочу сосредоточиться на Кришне, мантру повторять. Вот тут все снуют, что-то делают. Еще, не дай Бог, подойдет и попросит что-нибудь сделать. То есть это вообще просто оскорбление, да? То есть почему приобретают такое настроение? Непонятно. Откуда они это берут? Это глубинный какой-то эгоизм, который живет внутри нас. Но если мы поменяемся, мы поймем этот секрет духовной жизни и попытаемся приходить в другом настроении, то есть мы приходим, мы думаем, вот здесь что-то происходит. Могу ли я как-то включиться в это? Пожалуйста, примите, объясните, что здесь происходит? Какой смысл? Дайте мне служение. Вот, тогда предный получает благословение, благословение Ващнау, и тогда ему открывается, он получает связь с Божеством, Кришна тоже проявляется. Вот, и Шимати Радхарани именно так служит Кришне. Хотя она, Кришна всегда хочет быть с ней. И Шимати Радхарани никогда не забывает о всех предных, которые служат вокруг. И она замечает каждого предного, он отправляет ему какой-то подарок, благодарность за его служение, какой-то Махапрасат от Кришны, или от себя Махапрасат. И все, все преданные, все птички, звери, там, цветочки, все получают какое-то от нее внимание. То есть она все это, она как бы заботится о каждом из них. И, более того, она подводит иногда преданного, или часто преданного Кришне, и говорит, Кришна, он лучше, чем я. Пожалуйста, вот, кроме этого преданного. Он просто, я очень вдохновлена, как он служит. Таково настроение Шимати Радхарани. Когда Кришна убежал, когда, вернее, да, Кришна с Шадхарани исчезли с танца раса, и гопи остались, там, под Бомшаватом, они остались в недоумении, они начали искать, где же Кришна, и Кришна и Радхарани исчезли. И Кришна нес на руках Шимати Радхарани. И Шимати Радхарани в этот момент, она попросила Кришну остановиться. И она ему сказала, у меня что-то голова кружится, не мог бы ты остановиться. Но Ачарья наша объясняет, почему она так сказала, потому что она подумала, сейчас там другие предные страдают в раскуке, надо задержать как-то Кришну. Пусть они догонят. Это было ее настроение. Она хотела служить совместно. Вот. И это то, о чем мы можем здесь молиться, вот этому настроению служения. И точно так же служил Госпочетане, он всегда был в самге с другими вайшнавами, он всегда занимался совместным поспеванием, то есть он нес это служение, то есть нес это настроение. Вот. И тогда в риндаван он начнет раскрываться в сердце предного. Ну, когда предный засредоточен просто на своей индивидуальной практике, в лучшем случае настроение вайкунхи. Все должно быть спокойно, чисто, упорядочно, по правилам. Вот. Это правильная вещь. Вот с этого все начинается. Но, в конце концов, пред должен войти в эти эмоциональные отношения, любовные отношения с предными. Основанные. И о чем здесь то, что сказал Шикша, что я пробовал, хочу тоже этот момент отметить. То есть он важную вещь сказал, что часто мы, входя в отношения с предными, делаем это на платформе по небрасу. Ну, как бы нам нужно развить близкие отношения, ну, и все, мы с тобой, братья, другая, другая. Ну, как бы вот так. Но это еще больше закрывает сердца преданных. И очень важно развивать отношения с другими вашнавами на основе, прежде всего, уважения, глубокого уважения к преданному и благодарности и служения вашнавам. Вот. Тогда, соответственно, преданные все больше и больше будут открываться нам, и возникнет эта вот санга, любовь, санга преданных, в которых развивается любовь к преданным. Ну, такой секрет. Точно так же мы развиваем отношения с Кришной на основе уважения, благодарности. Это платформа, с которой все начинается. И постепенно с преданными развивается более и более глубокая связь с Господом. Да. И вот Саду Махараш сейчас подведет итог. Я просто очень вдохновился реализацией старших преданных. И хотел сказать одну вещь, что... Просто для меня очень важно, чтобы преданные услышали это. Я начал с этого момента, что в Радхике были закрыты глаза. Это означает, что она не хотела видеть этот мир материальных отношений. То есть этот мир, он неприемлем для разных. Поэтому, когда мы говорим о санге, мы говорим не о материальных отношениях. И именно санг-санга, войти в санг-сангу в отношении с преданными можно только при том условии, что человек очень серьезен. То есть у него есть вот эта вот священная приверженность высшему смыслу, то есть цели жизни. То есть человек не сентименталист. Потому что этим ценно вот замечание, ну как бы вот этот момент, что в Айдхи Бакти, почему для нас важно в Айдхи Бакти? Потому что в Айдхи Бакти означает путь серьезности. Это путь человека, который действительно хочет выйти за пределы вот этого эгоистического иллюзорного существования. Хочет предности Богу, развить предность Богу. Потому что если этого нет, то тогда чувственная вот эта вот сфера, сфера эмоционального обмена, она становится поверхностной, она становится понебратской. Потому что чем отличаются материальные эмоции от духовных эмоций? Разница принципиальная, как между тьмой и светом. Разница принципиальная. Вот только поняв эту вещь, можно войти в мир Рогануга Бакти, который принес Чайтане Махапарду. В чем разница между материальными и духовными чувствами? Материальные эмоции, они основаны на своем, на твоем собственном чувственном восприятии. Нравится тебе что-то, не нравится. То есть ты воспринимаешь все как объект своего восприятия. Вот это материальное восприятие. Поэтому ты обсуждаешь что-то с предными, но не нравится, что мы обсуждаем. Как-то не вдохновляет. Ну и все, и человек сразу погружается в какую-то апатию. А это признак того, что он не квалифицирован для Санги. Потому что когда человек квалифицирован для Санги, если он чувствует какое-то, что Кришна уходит, он сразу пробуждается к тому, чтобы призвать Кришну. Он говорит, предный, мы должны, мы чувствуем Кришну. Кришна с нами. Если не с нами, что происходит? Что мы не так делаем? Понимаете? То есть преданный, который находится в Санг-Санге, он не стремится обмениваться просто материальными чувствами. Ты мой друг, я твой друг, и мы тут хорошо сидим. И про Санг неплохой. Панира много. Ги достаточно. Хорошая Рамахата. Это не Санг-Санга. Санг-Санга начинается тогда, когда мы задаём друг другу вопросы. Кришна здесь. Мы чувствуем, что Кришна здесь в центре. У нас богоцентрическое сейчас общество. То есть мы как бы, мы, у нас братство духовное, или это просто как бы, мы тут приятные, так сказать, приятные люди собрались друг другу? А? Клуб поинтересам, да. Да, ты друг, я лёг вместе в криминальной группе. Нет? Это, это и есть то, почему Рамаха закрывала глаза. Люди крадут друг у друга Кришну. Своими эмоциями, своими отношениями просто крадут друг у друга смысл жизни. Просто погружают у друга в маю. Понимаете, общество, оно является источником маю. Общество. И именно общество является источником освобождения. Если в центре находится Кришна. Одну колючку вытаскиваю, другую колючку. Это принцип. Визитический принцип, который объясняет Нарады Муни в Шимад Багратово в первой песне. То есть, наша философия в этом, мы должны искоренить материальную природу духовной природой. То есть, материальное общение о санцангу искоренит санцангой. Вот это принцип. И для того, чтобы он работал, мы должны понять, что такое санцанга. Санцанга – это общение людей, преданных, которые хотят проявить Кришну в отношениях друг с другом. И испытать эмоциональное его присутствие в отношениях. Вот что открывает нам дверь в мир Чайтанимаха Прабу Иши Матери Адхарани. Поэтому, вот тоже очень ценная вещь, которую Васуман Прабу отметил – служить чужой любви. Это означает, когда Кришна наклонил колыбельку Рабхики, и они глаза встретились, они испытали эту бурварагу. Первый эмоциональный обмен – это вечная любовь Божественной Читы, она лежит в основе любых отношений. И в материальном мире, вот мы сидим здесь, у нас есть мужская половина и есть женская половина. Это проявление природы Господа, она всегда такая, она всегда состоит из мужской и женской половины. Всегда есть влечение между ними. И это отражение изначальных отношений на уровне абсолютной истины. Поэтому, если преданные создают семьи, есть муж, есть жена, у них есть определенные отношения. И если они в своих отношениях не служат любви Радхи и Кришны, то эти отношения являются источником Майи. То есть это материальная как бы вещь. И поэтому, когда мы говорим о грехах с Кашиной, когда мы говорим об отношениях мужчин и женщин в сознании Кришны, мы должны понять, что эти отношения очень приветствуются. В том случае, если мужчина и женщина Матаджи и Прабху, они вместе служат Божественной Чете, если они переживают их любовь, если они служат их любви. Тогда эти отношения, они очень благоприятны для развития Бхакти. И вот у меня такое переживание внутри, что, к сожалению, преданные не хотят обучаться вот этому пониманию того, как свои эмоции, которые проявляются в отношениях с противоположным полом, в отношениях к детям, в отношениях с Гудрусья, каким образом за этими эмоциями увидеть изначальную расу, которая присутствует в Духовом мире. Именно для этого мы пришли к стольному Духовному Учителю. Для того, чтобы покончить с материальными чувствами. Не для того, чтобы отречься от сферы отношений, а для того, чтобы покончить с материальными чувствами. Поэтому Шила Народному не критикует в Ясадеву за то, что он составил все Веды, но при этом не оставил никаких шансов живым существам избавиться от Майи. Потому что он дал только два пути – благочестивая кармическая деятельность и отречение. Но он не дал возможности трансформировать свои чувства, связать их с расой духовного мира. Поэтому был проявлен Шила Бхага в этом. Это и есть наша традиция, которую дал нам Учителю Макбур Павел. Пожалуйста, вступите в эту школу, в этот институт одухотворения чувств. Вступите в этот институт сансанги. Поймите, что это такое, как отработает этот институт. Тогда связь с Шила Бхага, связь с Господом Читами и Шимати Радхарани настанет самоочевидной. Потому что вы будете испытывать этот опыт. В этом включается моя молитва в этом самом священном месте – месте рождения Шимати Радхарани. Шокопалки. Криво!!! Посумажився, пойдите киртан какой-то. Сейчас мы небольшой киртан проведем. Можно поучаствовать в киртане, помолиться здесь. Продолжение следует...